приветствую всех кто смотрит подписан на этот канал продолжаю рассказывать о приспособлении инструментов моей мастерской и в прошлый раз я рассказывал о фрезерах и вор и обещал рассказать о насадках для фрезера makita в общем у меня в свое время я купил makita в полном комплекте есть несколько разных вот таких вот подошв насадок и конечно нужно всякие дополнения в процессе работы какие-то появляются потребности и на приходится делать всякие там дополнительные насадки но фрезер уберу не особо это видно но первую насадку которая вот вот это одноручную я уже подобное свое время делал обзор много лет назад с тех пор получилось много всяких изменений в процессе работе на находишь всякие недостатки какие-то недоработки и в итоге начинаешь поиск дальше очень пока самая основная платформа которую мы используем для фрезера одноручная я сделал дополнительную вытяжку потому что вытяжка который вот здесь стоя вставляется то есть не вид что ты фрезеруешь но она вытягивает только в основном что сверху но все происходит внизу под фрезой она практически не вытягивает поэтому я сделал вот такую платформу я уже как говорится я уже показывал сделана она вот в таком виде то есть 6 миллиметровая твердый пластик треспа значит что чем я показывал прошлый раз именно вот такой вариант free вот такой платформы но с чем я столкнулся это когда допустим стоит фрезер и нужно фрезеровать какие-то внутренние отверстия то есть нужно что-то делать контовку внутри но поскольку здесь стоит пылесос тон своей тягу он присасывает эта платформа притягивая присасывается материал и очень тяжело ввести делать какую-то внутреннюю фрезеровку потому что он материал свои вакуумные вот этим он притягивает решал я вопрос сначала при помощи хотел решить вопрос ну тогда я решал вопрос что хотела какие-то борзли здесь фрезеровать удалять не особо это помогло потом я конечно более-менее пришел в таком решении то есть вот сюда вставлялась вот именно вот такая вот штука которая подруга ну по сути то же самое что на пылесосах то есть можно при помощи кольца регулировать можно закрыть и увеличивать процесс вытяжки можно ее ослаблять то есть вот зависит от того как если на какие-то закрытых можно это открыть то есть уже не такой сильный поток идет и можно фрезеровать если что-то на с краю фрезерую что можно просто закрыть и это делать то есть принципе вещь рабочая то есть вот мне вариант был такой чтобы решить эту проблему но в итоге а потом столкнулся что ну вещь конечно хорошая работает но некоторые есть нюансы в том плаще например вот этот кожух он плотно вставлялся и он держался за счет только за счет этого в этот раз я сделал сюда то же самое то есть такой же кожух но дополнил просто магниты раньше я делал просто на винтах но винты занимают место когда время когда начинаешь время менять винтами то есть меня то есть я туда сделал магнитики и при помощи то есть она встает этот кожух встает за счет плотного посадки и плюс за счет магнитов чтобы она держалась не двигалась то есть вставляется и то есть тем самым она делает хорошую вытяжку но это в основном здесь идет о небольших фрезах то есть кантовочные фрезы такие небольшие фрезы то есть честно именно кантовочный вариант то есть по сути это не является упором на какой-то параллельным упором то есть это чисто для кантовки ну и соответственно формы немножко увеличил и очень удобно именно сама форма платформа мне почему понравилось это то что именно вот вот такая форма из вот с такой ручка она помогает очень удобно работать например когда нужно фрезеровать например копировать вставляешь копировальную фрезу и надо по углам работать не очень мало платформы допустим где удержаться сложно то за счет за счет вот это ручки позволяет это просто держать вот это если нужно край фрезеровать например можно положить руку так пальцем зацепить и у тебя уже получается как бы ось жесткости до вращения что позволяет не вываливаться не не проваливаться не выскакивать то есть она просто можешь сам регулировать вот эти сложные места где очень тяжело держать фрезу тем более еще кстати говоря что вот именно вот вот такая форму удлиненная форма она очень удобно при фрезеровке ну скажем пример вот возьмем пример вот такое да что-то подобное то есть когда фрезерую что допустим какие-то очень тонкие края фрезеруешь и нужно контовку сделать по тонким краям например если вот этого нету а нужно потом обычно маленькая платформа и тяжело держать она все время пытается как-то за ну завалиться потому что платформа маленькая и доска не видно когда вот такая удлиненная платформа то ей удобно в том что когда начинаешь фрезеровать то у тебя уже не вот эта платформа есть поверхность опоры на ты можешь и увеличить за счет вот этой диагонали увеличиваешь площадь платформы и уже получается фрезер становится более стабильный по по узкому материалу двигаться местам то есть это очень удобно именно иметь вот такую удлиненную форму хотя выглядит немножко громоздко но она действительно имеет свои плюсы при работе вот с таким с такой насадкой однородно научнику который просеки мало каких-то настроек кроме вот скажем так глубины значит то есть вот вариант этот был первый вариант соответственно но столкнулся с тем что когда надо много фрезеровать каких-то внутренних работ примеру ну тоже сам возьмем это да нужно фрезеровать вот это конечно тонкий материал но можно фрезеровать допустим круглый более глубокий материал то нужно фрезеровать изнутри то есть вся пыль она находится внутри она куда и она не доходит сюда потому что здесь нету связи сейчас никакой между этими этим отверстие поэтому вся пыль она здесь уходит да можно использовать вот этот кожух который здесь бокс дается но мне он не очень нравится тем что он все-таки пылесос он как-то попадает в такое место ограничение возникает такое ограничение при работе я во первых ты не видишь что ты фрезеруешь там всегда пыль внутри ты не видишь ее что там происходит внутри как идет там фрезеровка и соответственно нету нету вот этой связи между этим отверстием и пыли отсосом для этого у меня сделано сделал еще один дополнительный насадку я уже об этом фрезе фрош раз разговаривал то же самая насадка то есть она точно такая же поскольку я купил одинаковые то есть насадки у них одинаковые как видите да то есть просто сделал у меня это стоит на этой была платформа это стоит на этой платформе и здесь у меня что сделано все по сути то же самое только единственно что у меня здесь платформа двойная как вы видите из 8 миллиметров оргстекло и там сделано как видите паз выфрезерованного в этом в акриловом пластике виде тоже магнита то есть есть возможность что если я эту пластмассу прозраю оргстекло уберу мудалетом можно конечно ставить сюда этот кожух то есть одновременно то есть а по сути они идентичны эти два только несу что ну а это находится вот такая вот платформа внедру внизу вы видите по стойке пыль она получается уже когда здесь фрезеров пыль она через вот этот пас она выходит и выходит через пылесос это очень удобно и работает действительно очень удобно когда работает какая-то такая вот когда много пыли внутренней пыли работает конечно идеально потому что вся пыль заходит сюда высасывает через этот проход и очень удобно из-за того что он сделан из orxiclub мы же сразу видно забилась не забилась уходит ли пыль ну еще нам все это видно по сути до очень удобная штука поэтому она у меня вот я сначала сделал такую но потом полностью чем не меня все время это самое сделал просто две у меня есть есть две вот такие насадки то просто их фрезер просто меня между собой там фрезу и фрезер от насадки остается все то же самое а все остальное все то же самое такой же переходник на пылесос то есть очень весьма удобный очень весьма продуктивный самый такой простой все то же самое то же самое ручка вот это сам то есть можно использовать это можно использовать то зависит от того какие задачи поэтому вот такие варианты так сказать очень весьма работает этот кожух опять же допустим этот кожух у меня сделан на 15 миллиметров но если есть желание я себе будет потребность я могу даже кожу кожух распечатать на более толстую толщину примере если мне там надо работать с копировальной фрезой там немножко повыше идет то я могу просто кожу сделать потолще например вот в основном это то что самое такое вот поскольку у этой насадки самые такие примитивная функция это как бы ориентировка на копировальную копировальную функцию скажем то что у фрезе есть там своя подшипники просто только раз закрепить фрезу и где-то провести все все остальное действие но это у этого платформы особо нету по сравнению скажем там с другими насадками так что вот вы видели также следующее перейдем к следующей насадке так следующая насадка у нас вот такая платформа то есть регулируемая двухручная до насадка то есть я уже говорил в прошлом видео что я увеличил размер ручки чтобы можно было держать значит этого платформа у меня сделано вот по такому принципу то есть опять же вывел пылеудаление в сторону потому что пылеудаление который здесь находится который кожух он иногда работает иногда не работает не всегда удобно потому что если например вот этот вот эта платформа у меня в первую очередь была сделана для работы с моим вот этим порталом да вот уже вы знаете что вставляет сюда он на на подшипник на колесах можно двигать его передвигать и пыль как-то на кем-то образом потому что все равно между платформой там расстояние есть там все равно пыль основная идет работа именно вне фрезера и поэтому вот эта высота вытяжка вот это сбоку она иногда часто даже просто мешает мне нравится когда пылеудаление находится где-то сбоку чтобы пылесосу мне как бы этот шланг он все-таки толстый шланги он иногда очень неудобен и расположение шланга сбоку мне на все таким намного удобнее поэтому я сделал вот такую просадку сюда вставляю на надеваю переходник не помню уже какой там у меня было сюда одевался в общем короче говоря сюда на 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 сюда устанавливал шланг и при фрезеровке когда идешь фрезеруешь когда идешь фрезеруешь в ту сторону то есть фреза естественно она гонит пыли в эту сторону и какую-то часть конечно не все но какую-то часть она все равно забирает пока туда-сюда водишь уже пыль как-то играть то есть не главная цель сразу всю путь собрать главное собрать пыль который летает а та которая села лежит там тяжелая крупная она лежит на ее можно потом просто убрать то есть основная цель пылесоса и пыль удалить именно летающую пыль поймать а не ту которая упала лежит себе тебя не особо сильно беспокоит с исключением конечно ты начнешь еще что-то там делать и дуть и она будет опять подниматься ну во всяком случае вот такой сделал насадочку для конечно можно эту платформу также использовать пример если нужно что-то фрезеровать опять же внутреннюю часть опять возьмем этот пример да если опять же нужно что-то 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 фрезеровать опять то же самое начинаю фрезеровать вся пыль который здесь происходит а через этот канал она будет уходить в пылесос то есть потому что это удобно и нет никакого кожуха который защищен закрыт здесь и ничего не видно можно конечно использовать и вот это основной этот заводской пыль удалить но это зависит от того от ситуации но оса лучше я его использую для основном для портального вот этого фрезера это вот эта насадка следующая насадка и вот такая выглядит она вот так то есть мудара многим знакомы этого вещи то как бы управляемая платформа мультифункционально там на разных и используют по-разному использовать я конечно переделал панно потому что старый у меня упал она из оргстекла была оригинальная вариант и она обломалась машина здесь открыта была и она просто там упала и обломалась я сделал панно и я немножко доработал под свою под свои функции естественно я добавил дополнительную дугу чтобы фрезер не болтался может если он будет держаться только на этих штангах он будет все время когда будешь поднимать фрезу быть платформа она будет немножко болтаться от от самой присадки будет все время болтаться то есть закрепил я зафиксировал здесь у меня стоят такие переставные упорные платформы их можно две поставить их можно две между собой когда нужно там фрезеровать например в торцы сейчас они у меня сделаны из пластмасса я их могу переделать буду переделать наверное на деревянную чтобы потолще и чтобы можно было фреза что могла туда заходить забирать поэтому фреза по и обыкновенной фреза поэтому хуже работы но также в общем-то по сути наверно вы знаете эту систему здесь у меня сделана такая шкала чтобы более точно знать передвижение под настройку сдвига фрезы в сторону ту или иную сторону то есть это там обычно в оригинальном было сделано так что там этикетку клеишь но разметка находится здесь этикетка здесь очень тяжело на наблюдать точное передвижение оба когда находится и разметка и платформы на одном уровне то есть это намного удобнее видеть когда там передвигается фреза то есть под настраиваться под нужную работу ну и соответственно здесь я уже использую оригинальную пыль удаление от от самого производителя да вот так вот сюда вставляешь ее то есть это единственный вариант здесь потому что под низом уже туда не подобраться это здесь уже нужно вытяжку но я уже говорил что я эту подробу патрубок немножко обрезал чтобы покороче было не такая длинная тушь когда она длинная нам все-таки длин плюс еще шланг это дополнительный такой рычаг который все не выходит и мешает делать фрезерную работу особенности нужно работать например там двумя пальцами буквально что-то там фрезеровывать там что-то очень аккуратно то есть она очень мешает ну а так в основном на все то же самое как на виде интернете что здесь фиксируется здесь я фиксирую болт этот два освобождаю при помощи колеса на под настраиваю фрезу здесь надо освободить два воды вот этот эту гайку и при помощи этого винта двигаешь потихоньку в ту или иную сторону под настраиваешь фрезу для работы в общем вариант рабочие очень универсальный такой и я им пользуюсь и да как скажем довольны то есть он очень разным то есть все время тут здесь все зависит от того какая функция нужна какую работу нужно и соответственно меняешь возможности вот этих насадок скажем вот этих приставок для выполнения какой-то нужны нужны работы 3 насадка 3 насадка это который меня было в комплекте это вот такая платформа то есть вот такая ручная насадка которая по сути это по стабильного скажем так 1 это насадка которая изменяет свой угол сейчас у меня эта насадка она у меня была я думаю чем не нацне потому что фрезеровать под углом я очень редко когда делаю очень-очень редко практически даже не делаем потому что это но если кто постоянно каким-то нужно выставлять какой-то угол поставил я эту насадку вот в такую платформу не убежать не удивляюсь что она такая большая потому что эта платформа это также миниатюрный фрезерный стол о котором я расскажу в других видео но на данный момент я сделал ее просто пойму по универсальной в том плане что фрезерный стол я использую не так часто миниатюрный фрезерный стол но насадка есть надо ее пользоваться может если просто можно поменять фрезу и фрезер ставить и использовать почему ибо ее не использовать значит я для нее я сделал ее для контовки то есть для контовки края кромок материала скажем там для поклейки для что-то еще то есть как это работает но вставляется фрейд сюда с фрезой на 19 миллиметров то есть вот эта фреза эта фреза у меня идет 19 миллиметров и вот это основная мне фреза для обработки кромок соответственно у меня есть вот такая шина может кто помнить я уже рассказывал как-то раз вот такая шина просто сделан из фанеры к ней прикручена рейка прямая здесь она у меня здесь этот метр двадцать есть еще такая же шина по два с половиной метра для длинных деталей нач как это работает вставляется фрезер с этой копировальной фрезой давайте я еще поставлю чтобы попросим было понять значит ставлю здесь он у меня видите у меня здесь кожа сделан так чтоб на вот рассчитан на эту фрезу и потом кладу материал кладу свою шину на кромку материала чем удобно эта шина в том плане что по этой шине я фрезерую точно так же как вот машина идет то есть мой подшипник это идет вровень фреза идет вровень вот с этой фанерой поэтому как я положу на край как я положу эту шину на свою деталь так она будет фрезеровать то есть это очень удобно примером если надо снять пару миллиметров это миллиметр или пару миллиметров обычно я делаю скажем так когда скажем с мебелью нам нужно контовку делать обычно режу под размер а коня и конечные размеры детали к примеру и потом нужно нужно там один миллиметр отфрезеровать для конторочной ленты то есть достаточно здесь до штанги циркуем замерить 1 миллиметр выставить на материале по отношению к шине зафиксировать шину и потом уже и потом уже не позволяет высота что ты делаешь с краю и потом просто прикладываю вот эту платформу покажу позволяете мне пыль удаления это не вызвать то есть выставил я шину на свой материале приложил этот этот фрезер к краю и при помощи его держа вот этой рукой прижимаю как к рейке вот к этой рейке делаю фрезеровку то есть контовку края плиты скажем там мебельной плиты то есть понятно до принципы самый простой такой да то есть видно что он просто чисто фрезерует по траектории самой шины вот и все эта ручка очень помогает чем удобно чтобы держаться и прижиматься как рейке ну и соответственно пыль удаления то есть естественно сделано здесь кожух этот он конечно можно будет снять разобрать то есть это все это можно то есть это все снимается но сделать здесь максимально чтобы пыль удалить максимально уходила сюда в общем то и все но когда мне не нужно я просто переворачиваю и используют стол сюда ставится параллельный упор прикладные те самые и потом идет уже используется как фрезерный стол но об этом я расскажу в следующем видео расскажу о своих фрезерных столах и то есть один из то есть к обучаться два в одном и соответственно я использовал воспользовался вот этой платформы но и соответственно поскольку он стоит у меня в столе могу еще очень уж нужно я могу конечно ставить другую фрезу и уже регулировать угол фрезеровать хотя практически никогда зим не занимался еще одна насадка которая я так понимаю на ю тубе очень мало видео по ней и она не особо дооценена столярами но она имеет свою особенность дело в том что это такая насадка позволяет выносить фрезу за пределы своего корпуса в эти в некоторой ситуации она очень помогает лучше чем все какие-то другие фрезера хотя в том исполнении когда предлагается самой макиты не такая уж удобная вариант я немножечко доработал и очень сделал более универсальные более функционально для своих работ значит как она работает вот этот сейчас у меня зафиксирована вот вот то вот это шестеренка она меня просто зафиксирована на платформе чтобы я потом не потерять это шестеренка надевается на ось само фрезера здесь вот находится вот такое дистрибционный рим он передает вращение на вот эту ось здесь на этой оси ставится гайка с цангой вот отсюда ну соответственно сюда ставится фреза соответственно фреза дело все в том что как видите размер и и самой цанги вот этот гаечка если вот так все поставить на оригинальное то цанга она в конце концов и гайка она будет выступать плюс еще фреза со своим хосиком выступать то есть она будет фреза выступать очень довольно таки высоко конечно с этим фрезером не надо работать вот с такими длинными фрезами надо работать более короткие фрезы брать ну там в основном идет какие-то копировальные фрезы или что то то есть работают вот ну вот небольшим небольшой высотой фрезы позволяет работать на вот и соответственно ставится сюда фреза и соответственно получается когда начинаешь фрезеровать и нужно фрезеровать например близко края ну к примеру надо фрезеровать что-то отфрезеровать близко к стенке обычным фрезером туда не подберешься то есть за счет за счет корпуса туда не подберешься даже участие взять это да она какое-то дает расстояние но все равно близко мне подбери не дает подбораться это позволяет подобраться на максимальную глубину по моему 18 миллиметров от стенки то есть 18 метров от оси до стенки 18 миллиметров но это а соответственно если еще и фрезу поставить эти шоку фрезу это еще больше то здесь нам уже смотри немножко по фрезам какие его нужны возможно значит что у этой фре приспособлену скажем вот это насадки есть маленький недостаток это то что здесь нет возможности устанавливать глубину фрезы то есть именно как мы это привыкли фрезеровка глубину сама точную глубину фрезерования здесь устанавливается при помощи например вот есть ключ шестерка сюда вставляется здесь ось и можно ее закручивать допустим да она настраивать можно или ключом гаечным сюда или или вот за счет шестигранного ключа можно ставить то есть глубина фрезерования здесь устанавливается за счет утапливания хвостовика в сам корпус может здесь довольно-таки глубокий корпус значительно глубокий корпус чтобы туда достаточно конечно не надо брать хвостовик такие длинные хвостовики но обычный нормальный стандартный хвостовик он позволяет фрезу устанавливать на глубину утапливать на ту который нужно это раз то есть это то есть установка фрезы глубины фрезы происходит за счет утапливания это же несложно утапливать фрезу на нужную глубину это же как обычно мы делаем кладем допустим какую-то подкладку например там нужно мне там 6 миллиметров опустить фрезу вниз ну что я делаю поставлю фрезу туда еще не затягивая поставил ее сюда надавил пока платформа не опустилась до конца и все и затянул у тебя фреза вы вылет фрезы получать 6 миллиметров все обычно я так и делаю чтобы по-быстрому восстановить установить какую-то глубину фрезы значит другая еще дополнительная функция это не то что поскольку фрезу то мы выступили выставили но у фрезы есть свои ограничения выхода из из платформы сайт сайт у меня здесь сделано вот два вот таких вот у меня платформ состоит из двух частей то есть одна это передвижная одна зафиксированная пример то есть это вот этой платформе я останавливаю более грубую высоту ну смотри да вот сейчас она у меня уже находится на какой-то глубине то есть если мы примем фреза я ее пытаюсь утопить она у меня ну вот утопил но она все равно слишком много выступает очень не могу максимально за загнать туда фрезу в эту часть нам все равно на оставлять какое-то расстояние но за нужно как-то заказка от компенсировать от компенсировать вот эту выход фрезы то есть за счет вот это платформа то есть что я делаю выкручу вот эти винты вставляю между этой платформы какой нибудь какой-нибудь скажем там рейку деревяшку какой-нибудь какой-то нужной толщины примеру вот сюда вставляю просто какую-то деревяшку например от какой-то толщины ну и затягиваю то есть затягиваю это это эти винты и у меня в платформы увеличивался своей толщиной соответственно и фреза уже вылет потому что эта платформа она будет ходить по материалу поэтому нужно чтобы она самая была четкая жесткая и которая хорошо упиралась на на материал и позволяла сказать фрезе делать а все остальное то есть вот это вылет фрезы получается за счет то есть часть я грубо фиксирую толщину выхода фрезы за счет платформы и часть очень более так мягкая точно можно было восстанавливать при помощи вот этой скажем вот этой системы за счет глубины регулировки тоже вещь очень удобная я вот из говорит она мне долго много лет она лежала пока до какого-то момента я думаю с занимался там с яхтами и мне нужно было именно фрезеровать в тех местах где мне одессины ни один фрезер даже фестуловский оконтовочный фрезер он туда ним не позволял туда подобраться поближе краю а мне нужно было там фрезеровать шпон толстый в сложном месте и поэтому вот это мне а насадка на меня очень очень сильно спасла выручила конечно смотреть у себя по своим желаниям и какими своим работам хотя учитывая то что и даже если учитывать такое что не только для контор но она просто для других фрезерных работ она тоже позволяет выполнять свою работу здесь конечно недостаток есть это то что чтобы установить вот этот ремень на вот этот на этот это шестеренку да чтобы все это совпало все таки приходится видеть четыре винта снимать эту платформу чтобы чтобы нормально установить этот ремень хорошо сел на на вот скажем так на вот эту шестеренку но так вещи очень удобно и я заметил что очень мало кто из айтеса соответственно а также можно видите вот здесь от края у меня сделано от края до центра у меня тоже где-то по моему 18 миллиметров даже может меньше то есть может даже в крайних случаях можно даже сделать эти не какие-то фрезеровку наделал то можно даже использовать и вот так вот поставил если позволяет от расстояния позволяет то можно опять же фрезеровать за счет упора вот этого вот получается он как же и как упор служит как и паровальный упор да можно допустим сюда войти примеру да вы себя нужно фрезеровать в углу то допустим можно сюда зайти в углу повернуть и сюда выйти понимаете то есть то есть вот именно такая вот такая вот насадочка она конечно может иногда очень сильно выручить для в каких-то каких-то нестандартных работах вот так вот так что я думаю вам надо достаточно информации было интересно и познавательно просто вариантов очень много и каждый раз они будут все время какие-то переделки какие-то доработки потому что зависит от того какую работу надо делать как надо решить потом у нас есть лен только фрезер вот какие-то вот такие вот насадки надо что-то с ними делать не какие-то нестандартные решения выполнять поэтому надеюсь и было интересно и познавательно поэтому не забывайте конечно подписываться и ну в телеграм-канал конечно заходите я конечно немножко его запустил просто времени очень не хватает и не не успею даже фотографии на инстаграм не могу выложить не успеваю много чем всяких дел и поэтому все равно заходите в телеграм-канал подписывайтесь на следующем видео расскажу вам о своих фрезерных столах